А сейчас у нас вирта, друзья, продолжается. Главное, смотря на эти все новости из интернета, не пытайтесь это все повторить в домашних условиях. Точнее, падать вот в речку, в водоем какой-нибудь. Лучше повторите то, что делают наши гости, артисты, которые в эфире нашей программы либо поют, либо танцуют, а почему бы, собственно, нет. Да, друзья, на прямой связи с нами солист народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым, Россия навсегда» Антон Голоско. Антон, привет. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Ну что, как настроение? Настроение хорошее, позитивное, как всегда, в принципе. Антон, рассказывай, как у тебя дела там на самоизоляции, какие песни готовишь? Что в репертуаре планируется добавить? На самоизоляции дела хорошо, работа движется. По песням пока ничего не могу сказать, но вот как вы меня представили, я солист крымской патриотической песни. Крым, Россия навсегда. Ну а также я еще работаю в городе Саки в Центре культуры, досуга молодежи и спорта звукооператором. Могу рассказать немножко, как проходят именно рабочие будни, так как работа все-таки даже на самоизоляции остается работой, ее нужно делать. Мы вот подготавливаем к нашему празднику, к 9 мая, ежегодный фестиваль, который называется «Весна 45-го». В этом году он тоже пройдет, но пройдет в онлайне в двух номинациях. Это вокальное творчество и поэзия. Вот ребята будут присылать на нашу почту свои выступления, мы будем отсматривать и выбирать достойных номинантов. Ну а также в силу своей деятельности, как, наверное, и все, на то, что не хватает времени, сижу дома, так как я звукооператор, все-таки, посматриваю всякие видеоуроки по записи, сведению и так далее. Вот, в принципе, чем я и занимаюсь на самоизоляции. В общем, дело доходит и до творчества, и работой по усовершенствованию своих навыков тоже успеваешь выполнить. Да. И все-таки близится эта крупная дата, и я уверен, что на этот конкурс, о котором ты сказал, который проходит в онлайне, уже есть заявки. Много ли этих заявок? Кого ты уже успел отсмотреть? Кого, может быть, можно отметить? Кто был самый крутой? Заявок немного, так как мы только вот с сегодняшнего дня начали принимать заявки по 10 число. Так что вот за неделю, я думаю, мы отсмотрим, и уже будут какие-то результаты. Я понял. И все-таки, вначале мы тебя представили как солиста этого проекта, и, естественно, ружье должно будет выстрелить. И Антон должен будет спеть. Что, Антон, будешь петь? Да, я подготовил песню для наших ветеранов. Хотелось бы поздравить их, так как, наверное, в этом году не получится поздравить со сцены. Но в прямом эфире вашего телеканала хочу исполнить замечательную песню из кинофильма «Пойдут одни старики», называется «Скуплянка». Это буквально отрывочек из этой песни. Просим. Да, летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смыщённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смыщённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. Спасибо большое, Антон. Это совершенно круто, спасибо. Желаем продуктивно проводить это время. Желаем, чтобы как можно больше заявок вам участники отправили. И чтобы хватило сил пересмотреть всё их творчество. Спасибо. Спасибо, доброе утро. До свидания. Друзья, напоминаем, с нами на связи был Антон Голоско. Солист народного музыкального проекта современной крымской патриотической песни «Крым. Россия навсегда».